А этот живой на фуре-то нет? Он полуживой ходит. Второй день после трагедии. Здесь еще все до сих пор напоминает о страшной аварии. Жуткий запах гари, сгоревшие части фуры. Очень много рассыпанного картофеля, который, кстати, и испекся весь во время пожара. А вот автомобильная иконка, скорее всего, из легковушки, которая, очевидно, и не помогла никому в этот день. Новосибирские номера фуры, которая влетела в придорожное кафе. Хорошо, что здание уже несколько лет пустует, иначе жертв могло быть еще больше. По предварительной версии ГИБДД водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. В «Тойоте Раум» ехали мужчина с 77 лет и женщина с 49. Оба жители Алтайского края. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Тойота», женщина с 49 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Также пострадал водитель грузового автомобиля. 64-летний водитель фуры успел выскочить из горящего автомобиля и чудом остался жив. В ГИБДД сообщают, что на момент аварии он не был пьян. Сейчас проводится расследование, выясняются все обстоятельства трагедии. А тем временем на этом месте в Тольминском районе заканчивают ремонт дороги. В ноябре здесь наконец-то появятся 4 полосы, которые, возможно, спасут не одну жизнь. Ведь вылетать на встречку уже не придется. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...